Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте, в эфире Минское городское управление МЧС, студия Анастасия Гарбер. С начала года столичные спасатели потушили более 220 пожаров и загораний, на которых погибли 3 человека. Еще 6 пострадали. Минск чрезвычайный. В первый день февраля огненная стихия буйствовала в гараже на территории частного домовладения по 5-му Сморговскому переулку. Сыновья хозяина и гость пытались самостоятельно противостоять пламени. В результате они получили ожоги и были госпитализированы. Предположительно, причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем при проведении ремонтных работ легковых автомобилей. Кроме гаража в этот день горели магазин по улицах оружие, где в помещении торгового зала произошло плавление изоляции электропроводки в холодильной витрине, а также легковые автомобили на проспекте Рокоссовского и на улице Слободская. В начале нынешней недели своих машин лишились еще несколько автовладельцев на улице Ротмистрова. А на улице Петроглебки вспыхнуло имущество в гараже. Огонь также повредил стоявшую внутри легковушку. Пришлось спасателям тушить и горевшее на балконе в жилой комнате имущество в квартире по переулку Корженевского. Предполагается, что во всех этих случаях причиной пожаров могло стать короткое замыкание электропроводки. Минск чрезвычайный. Густой дым, который шел из подвала, обеспокоил жителей столичной пятиэтажки по улице Скалиева. Горел мусор. Вероятнее всего огонь вспыхнул от леющей сигареты. Виновники – 46-летний мужчина, к слову, зарегистрированный в одной из квартир, но выселенный за неуплату, и женщина, работающая здесь же дворником. В момент пожара они были в подвале с отравлением продуктами горения, в состоянии алкогольного опьянения пострадавших госпитализировали. А вот причиной еще двух пожаров, произошедших за последние дни в Минске, стала неисправность бытовой техники. В первом случае пожар произошел в квартире на проспекте Рокоссовского. В ванной комнате загорелась стиральная машина «Тлант», выпущенная в прошлом году. Предположительно, это произошло из-за короткого замыкания электропроводки стиральной машины. Во втором случае нарушение правил эксплуатации микроволновой печи «Горизонт» привело к загоранию имущества в квартире на улице Кузьмы Черного. О происшествиях все. В заключении напомню, что в эти дни в республике продолжается профилактическая акция «Безопасность в каждый дом», целью которой является привлечение внимания к проблеме пожаров и гибели людей на них. Соблюдайте и вы правила безопасности и слушайте нас в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Минск чрезвычайный.